МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Державные процедуры у сферы землеупорадкования будут оформляться электронным способом. Промеры по захованию дорожной безопасности в регионе завтра пойдет размова в программе «Диалог». Поставлена кропка в справе гомельских маковых королев. Моцные морозы вернутся на наступном тыдне. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Гомельская область станет первой, где державные процедуры у сферы землеупорадкования будут оформляться электронным способом. Дякуюсь к использованию современных технологий, земельные участки начнут предоставлять больше худко. В нововведениях разбирался наш корреспондент Марина Джалая. Той, кто отримывал земельный участок, ведет, что эта справа не только клопотная, а и протяглая. Она дымает шмат часу не только у будущего владельника на делу, а и у специалистов. Ко процесс обмена документации по межземлеупорадковальными службами и агентствами по регистрации стал больше худким, будут использоваться электронные технологии. Мы работаем с новой программой земельной информационной системы. Эта программа позволяет в электронном виде оформлять ряд документов, в том числе те документы, которые необходимы землепользователям для получения земельных участков. Фактически, не выходя из кабинета, мы сможем зачастую в актуальном виде понять, что на сегодняшний день происходит с земельным участком. Раньше это было непосредственно обследование участка на местности. А саблевых это актуально для ЖХРО отдаленных районов. Поколь паштовые отправления будут курсировать за одну службу другую, может пройти не один месяц. Автоматизованная система зэкономит час на оформление необходимых процедур, як минимум на треть. Старт проекта отбылся минавито у нашей области. Могу с гордостью сказать, что именно в Гомельской области запускаются все проектные мероприятия по данному проекту. И начиная с Гомельской области, дальше распространяются по всей республике. Для того, как працовать по-новому, можно было полновартостно, потребный час и грунтовная работа сотням специалистов. Они будут наполнять программу зэстками об каждом земельном участке, сопроводжать их электронными картами и навык указывать всю ту информацию, яку ранее не фиксовали на огул. Як по жартам кажуть у землепрадковальной службе, год навуки повинен знасти свое длюстрование и у их працы. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Специалисты Державного санитарного нагляда у Гомельской области выявили порушения на 96% проверенных объектов гандлю. Для ликвидации недохопа у магазины были вымышены припринять свою деятельность на термин от одного дня до месяца. С ситуацией ознайомился Олег Синтеров. Усяго за минулый год санитарная служба припиняли деятельность больших 600 объектов гандлю. География вельми широкая, от кормы до жидкович, сирот выявленного гандль претерминованными продуктами, порушение температурных режимов, брудное помешкание и обсталевание. При этом больше 40 предприемств не працевали на протягу целого месяца. У вугу не порушение потребований у санитарного законодавства. Летость означена больше на 4,5 тысячах объектов, а летость ликвидовала их без пыни недеянности. Уречься для того, как снять продажу протерменованную продукцию, шмат часу не потребно. Специалистами госанадзора Гомельской области за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении пищевой продукции привлечено к административной ответственности более 4 тысяч человек на общую сумму 600 тысяч рублей и вынесено 2500 предписаний об устранении нарушений. Снято с реализации 9 тонн недоброкачественной пищевой продукции. Даденный проверок службы Державного санитарного нагляда усвечит якость и биоспека частки, реализуемые у крамок Гомельской области продукции, навод не подтверждены ниякными документами, сложное шошее порушение, заховывание товара у непростосованных умов, кожное десятое – реализация товара без маркировки и неполной информации. А прачатагу у некоторых крамок могут практиковать такие недобросумленные у относенных до покупников меры, як опрацовка вэнженной рыбы и кабас с филлю аллеем и со старелого сала с ротками для мытья посуду. У рамках Державного санитарного нагляда в минулом году только лабораториями Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проверено маль 2000 узоров. У 5% выпадков продукция прознана непригодной для уживания. При этом 63% небеспечной харчовой продукции импортны в отворжести. Основное количество забраковок пищевой продукции у нас было связано с несоответствием по микробиологическим показателям. То есть это бактерии группы кишечной палочки, плесени. В основном браковалась продукция – это завтраки быстрого приготовления, приправы, чаи. Олег Сентярум, Валерий Капанько, телерадо «Компания Гомель». Гомельские судовые эксперты в минулом году провели свыше 47 тысяч экспертиз. Это и другие факты огучились сегодня в региональном управлении, где прошла выниковая коллегия. Специалисты по судовой экспертной деятельности доследовали маль 17 тысяч мест удара. При этом ни одна процедура не была выполнена позднее за установленный термин. Коллектив управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в прошедшем году работал в напряженном ритме. Самый важный момент, который хотелось бы отметить, что все экспертизы выполнены в 30-дневный срок, а исследования в 15-дневный срок. Это достойный результат работы всех сотрудников управления. Больше оперативной работы судэкспертов узробила сучасная техника, набытая в минулом году. Хроматомас-спектричная система проводит анализ наркотичных и психотропных речев. Для сравнения ранее некоторые материалы накеровывали в Минск и чекали выник в нескольких тыднях. Зараз анализ проводит на месте. На это потребно всего 40 минут. Раньше мы определяли довольно ограниченный спектр соединений. Сейчас мы можем определить фактически все. В том числе спайсы, различные лекарственные препараты, разрешенные контролируемые обороты и так далее. На сустрече так само огучили планы на этот год. Становшие тенденции треба не только заховать, но и полепшить. Все лето эксперты протягнут скорочать термин, проведение экспертиз и повышать их якость. У судей первой инстанции поставлена кропка об справе гомельских маковых королев. Жаншин, який организовали на территории областного центра криминальную сетку по реализации мака и наркотичных речев. В группу наркодельцов выходили три человеки – керавники, распаусюжвальники и дурману. Затремали предпринимальных женщин еще на проконце 2015 года. Судебные тяжбы продолжились в весь 2016-й и закончились только на передании. Почас своей криминальной деятельности осудженные занимались закупкой и продажем неочищенного насения мака, який наркоманы удалейшим выкористовывали для приготовления опия. С початка гандляры денежали открыто. Сняли в центре Гомеля дом и реализовывали продукт на рынку. А потом сошли в тень. На лаве подсудных опынулись из пожилцы товара усяго семь человек. Организаторы нелегального гандляра решением суда отримали до 11-ти годов позбавления воли. Сотрудниками милиции из незаконного оборота изъят крупный размер наркотических средств, крупные суммы денег, заработанные преступным путем. Наложен арест на дорогостоящие автотранспортные следства. В настоящий момент проведения оперативно-развестных мероприятий и следственных действий продолжается. В отношении лиц, которые занимаются незаконной реализацией семян мака, практика привлечения к уголовной ответственности у нас уже есть. Державтоинспекция Гомельницкой области проводит профилактичную акцию с раздачей насельництва светлоотбивальных камизелек. Особая увага жихарам вёсок, які зимой часто вымушены ходить по проездной часце. З нарадом ДПС у рейд накеровались наши корреспонденты. Головная задача акции – продухеление дорожно-транспортных здаренью и сабуластные безпецы могут и до администрационной отказности протягнуть. Есть, конечно, у нас те, кто не хотят, привлекаем к административной ответственности. Но большинство людей идут на встречу и понимают, что такие сейчас у нас времена, что надо пользоваться. И безопаснее для себя пользоваться, использовать светоотражающие элементы. Бесплатная раздача светлоотбивальных камизелек – и ещё одна спроба снизить колькость дорожно-транспортных здареньев зуделом пешеходов. У вёсты Зябровка, Гомельского района. Зимой тротуаров для пешеходов няма практичной неде. На центральной улице люди ходят по проездной часы. Коммунальная техника расшистить в узкие тротуары не можа, а сярод самих вязковцев такая практика не расповсюджена. Меж тем, рух на дорозе вельми напружены, особливо у выходные дни. У Новоколиза находятся сотни дачных участков, кудых уладальники проезжают навод зимой. Особенно суббота, воскресенье перейти дорогу даже сложно бывает суббота, воскресенье. Так что у нас опасно ходить. Надо себя обозначать в тёмное время суток. Промеры по захованию дорожной безопасности в регионе Завтра поди размова в программе «Диалог». Гостем студии станет наместник начальника областной державной инспекции Андрей Гаркуша. Глядите «Диалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-Шатыры» Завтра у 18.01.55 хвилин. Свои пытания и меркования об ситуации на дорогах в области и про пановы по развитию вульшно-дорожной инфраструктуры можно выказать по номеру телефона у Гомеля. 77 68 45 На Гомельщине назначены новые керовники шерогу буйных установ культуры. Генеральным директором Гомельского палацево-паркового ансамбля стала Ирина Пыркова. До этого она займала посаду первого наместника начальника головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодца был выканкама. На посаду директора Гомельского областного музея военной славы назначены Дмитрий Чумаков. До назначения он таксама был супрацовником головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодца был выканкама. Гомельский областный драматичный театр узначалила Вольга Максименко, якая ранее керовала отделом культуры реческага райвыканкама, а потом працавала на предприемстве «Спартак». Гомельский городский молодежный театр будет працавать под керовницей Алены Маставенко. До этого она была директором детской школы мастатства номер 2 города Гомеля. Персональная выстава майстра монументального и декоративно-пракладного мастатства у Михаила Кляцкова открылась осенне у Палацы Румянцевых и Паскевича. Подея примеркована до 70-ти годы с дня народжения Мастака. Михаил Кляцков – самобытный майстр. Его творы характеризуются особливой цепленней, выразностью формы, малявниченостью фактуры и колеру. Гомельский мастак свободно володая ляпной и ганчарной техникой, разными видами декорования керамики. Он передает в своих работах на запашенные 100 годами белорусские традиции. Мастаком створено множество декоративных наборов, сервизов и вас. Распрацованные модели выкорыстовывались у промысловой вытворчасти предприемством «Беларусь керамика». Творы Михаила Кляцкова знаходятся у фондах Национального мастатского музея Беларуси, российских музеях, а так само у приватных коллекциях. Керамика и глина – это как моя любовь в искусстве. Мой дедушка занимался промыслом керамики. То есть он как мастер сам создавал для керамики крестьян бытовую посуду. Кушины, горшки. А дедушки – это корни в творчестве. Я с самого детства любил искусство. Кермаши выходного дня знову починают работу на площади паустанья областного центра. У них примуть удел предприемства и вытворцы, гандлёвые организации, рыбоводшие и фермерские господарки. Гандлёвые павильоны будут примать покупников с 9 до 16 годин. Держаутоинспекция звертает увагу водителям, что в этот час рух транспорта на площади паустанья будет закрыта. Знишение гнездов птушек будет заборонено с 15 лютого. У законе об живёльном свете изменены термин допушальной обрезки древ и разбурение нежилых гнездов в населенных пунктах. Гэта дозволено робить с 15-го жнивня по 15-го лютого. Ранее денежа узначна больше широкий часовый калидор. Кали неабходно убрать гнёзды, робить гэта треба в осенью и зимой, а не кали птушки починают гнездоваться. Обрезка галинок с гнёздами после 15-го лютого заявляется незаконной. Парушальников чакают штраф. Люты подтвердить репутацию зимового месяца. Моцные морозы вернутся в Беларусь на наступном тыдне. Як поведомили областным гидрометцентры, в ближайшие сутки в регионе прибавится снегу. Чакается слабый туманный гололёд. На особных участках дорог макчыма гололёдится. Температура поветра у нашей складе минус 4-8 градусов по усходе до 10-ти морозу. У день будет от минус 5 до плюс 1 градуса. У субботу и неделю ситуация истотно не изменится. По попередних прогнозах ясные морозные надворья усталюются у середине наступного тыдня. С 7, 8 и 9 лютого температура поветра у нашей понизится до 20 морозу. У день чакается до минус 18 градусов. Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.com.by. На этом выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сачите за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин